Те, кто очень пристально, наверное, следит за каналом, те очень давненько заметили, что я пропадал на две недели. Сегодня будет, да, вот такой вот выпуск, когда я полон распиздяйства. Вы спросите, а куда же ты, Вань, пропадал-то на две недели? А я вам отвечу, я открывал кальянный магазин. Видео про кальянный бизнес, про внутреннее устройство магазинов, как вы и говорили, то, что типа сними, это интересно, ты где-то это упоминал. Где же розовый бокал, вы спросите, кровь единорога в холодильнике, она остывает, льда нету, мне впадло, я хочу сок, потому что вчера я перекурил, мне плохо, и газиков сейчас прям совершенно не хочется. В руках у меня та самая шиза, за которую я постоянно лазил в карман, просто я сегодня не курю в кадре, мне плохо. Сегодня я решил рассказать про то, как это было, что за магазин. Магазин открыт совместно с брендом Huka-Юг, моя доля там 30%. Чем занимаюсь я? Я занимаюсь работой с персоналом, я занимаюсь администрированием и, собственно говоря, там тоже работаю иногда менеджером. Магазин находится в городе Краснодар, в районе фестивальном. И он достаточно небольшой, у него есть хороший ассортимент, на самом деле хороший ассортимент. У него неплохие кальяны, то есть у нас там стоят геометрии, DSH, Маклауды, Мамай, Альфа и так далее. Но вы сейчас, наверное, сможете вот увидеть проходку, или уже даже видели ее, когда я это все перечислял. Там показан товар, там показано внутреннее помещение, все дела. Магазин открылся, открылся он уже пару недель назад, кассу он показывает хорошую проходку с товаром, вы видели. Если что-то брать в цифрах, давайте так, вы идете, смотрите, я вам сейчас там буду рассказывать, там я за стоечкой кусочек снял, звук будет не очень, потому что снималось все это с телефона. Просто посмотрите, как там устроена барка, типа, за которой я стоял. Собственно, примерно вот как-то так выглядит здесь рабочее место. Шумоизоляция очень-очень не очень, если вы слышите это, то извиняюсь, если не слышите, то очень хорошо. Примерно вот такой вот вид, барная стойка все своими руками, стеллажи, которые вы видите тоже своими руками, по крайней мере, приклеены своими руками. Именно здесь будет сидеть продавец, который конструктирует непосредственно покупателей. То есть, вот примерно такой интерьер, который вы уже видели, или увидите дальше в проходках, мы старались создать. То есть, не потратившись многое в ремонт, ремонт здесь занимает совершенно небольшую часть денег, при условии, что флагманские какие-то магазины, там, а-ля Хука Дэнс и прочее, открываются за 5-4 миллиона рублей, то здесь мы вложились в миллион. Я так думаю, то, что в миллион мы вложились, и моя часть была от этого именно денежная. Практически, ну, типа, денежная с моими вложениями остальными была 30%. И вот как-то так это все дело выглядит. Сегодня без розовых напитков, увы, архостатического бокала нет. В целом, в целом, ребят, работать здесь комфортно, точка достаточно проходная, посещаемость очень даже хорошая. И если вы думаете, то, что, типа, вот, Антон и Саша говорили, то, что, типа, миллион это очень мало на открытии магазина, вы рассматриваете то, что Антон и Саша, они, как правило, стараются, типа, поставить все и сразу, но получается, как бы, типа, не все и не сразу. Для того, чтобы вам продавать то, что требуют от вас люди, вам достаточно привести, вот, типа, я могу посмотреть на позиции, некоторые обязательно и продиктовать. Darkside Shop, Darkside, Must Have, Must Have. Бруска сейчас популярен, Daily Hook, как ни странно, а далее. То есть, плюс-минус, вот эти вот позиции, и там уголь, самые популярные угли, которые вам нужны, которые пользуются спросом в вашем городе, те и завозите. Кальяны также Madpire, Alphahooka, Huby, MacLeod, DSH, Paradeometry, Mamai Customs, то есть, те кальяны, которые будут люди узнавать. Остальное можно довозить потом. Чашки просто нужны красивые. Более-менее можно заказать, типа, нормальные, вот, как, типа, мы, мы завезли полную полку колосов, и колосы достаточно неплохо смотрятся. Мне кажется, то, что они даже посимпатичнее облака будут. Ну и вот здесь у нас на полке один из самых продаваемых товаров, наверное, август-сентябрь, это электронные одноразовые сигареты. Кто бы к ним как ни относился, деньги они приносят, поэтому они должны стоять, собственно говоря, в продаже. И цель, опять же, не стоит в том, чтобы, типа, заработать все деньги сразу. Зарабатывать мы можем понемножку, вот. При том, то, что у нас на этом магазине практически все цены RRC, а если я говорю практически, остальные ниже RRC, рекомендованы розничной цене, в тот же самый Мосткэп у нас продается чуть-чуть дешевле, чем рекомендует сам производитель. Ввиду этого, цены в магазине достаточно приятные. Подытоживая здесь сейчас за барной стойкой, ребят, 900 тысяч рублей. За 900, в принципе, можно открываться с достаточно хорошим ассортиментом, и вы немножко дальше увидите проходку по товару и по магазину. Видео вообще вот это, я не вижу смысла делать его большим, огромным, получасовым. Изначально планировалось снимать все от и до, то есть планировалось снимать от начала, от поиска помещения, до завершения ремонта, до выкладки товара и так далее. В итоге что? В итоге мы фантастически проебались, потому что никто ничего не снимал, я снял один раз, а, типа, первый кадр, помещение выебанное в рот, есть только витрина и потом уже готовое помещение, следующее видео. Ну, типа, смысла в этом не было абсолютно никакого. Вот здесь цифры. Это цифры из блокнота, сколько было затрачено на ремонт, то есть не на товар, в товаре, приблизительно около 700-800 тысяч рублей. Грубо говоря, весь магазин, ну вот, мне кажется, то что вот на сегодняшний день в магазине вложен миллион. Миллион рублей, проходная точка, проходимая точка, где прям очень большой пеший трафик, то есть остановка, откуда люди идут во дворы к себе домой, спальный район, соответственно, они идут через твой магазин абсолютно все. Те, кто смотрит за моим инстаграмом в сториз, видел то, что там очень большой пеший трафик. Расположение хорошее. Единственное, что не хватает удобств, то есть нужно будет договариваться с кем-то, кто там, типа, туалет раковина, понятное дело. Но есть адекватные люди, с которыми удалось там договориться на этот счет. Самое прикольное то, что реклама размещена на магазине так, то есть вывески так, что их видно и спереди, когда человек идет, и сбоку, когда кто-то едет по дороге, он замечает эту вывеску, и даже дома, которые стоят за магазином, они видят то, что ярко светится вывеска. В любом случае, когда люди выходят из этих домов и идут мимо, они обращают внимание на то, что это за магазин. Приятно бьет теплый свет на улицу, когда ты видишь такой интерьер, около деревянненький, спокойненький, около лофтовый, наверное, даже, с теплым светом. Ну, у всех возникает желание зайти, у многих, кто проходит мимо, возникает желание зайти. Цены для того района у нас достаточно приятные. Несмотря на то, что район считается, как бы, что-то около элитки, там все привыкли заламывать ценник. Любой магазин, который там открывается, у него сумасшедшие ценники, у него все выше, чем РРЦ. Когда мы туда зашли, очень много людей начали говорить о том, что, блин, ребят, так у вас прям дешево. Не сказал бы я то, что все люди там такие. Но, типа, вот так. Я вернулся, туда нашли вроде бы как людей, я тогда буду тоже кататься, но теперь у меня хотя бы будут какие-то выходные, и, соответственно, я смогу заниматься съемками. Вот так, ребят, подводить какой-то итог, типа, да, пускай около миллиона вкладывается в магазин, который открывается. Ссылка, кстати, на Инстаграм есть в прикрепленном комментарии, там вы все это дело можете посмотреть. Что он из себя будет представлять, давайте в начале октября посмотрим. То есть, когда будет месяц, он полноценно пройдет, потому что вроде бы как открылись с 25-го, но не 25-го, вроде тогда, а вроде тогда, а вроде бы вот в этот момент. И по факту как бы магазин работал там, я не помню, чуть ли не в последних числах августа он открылся. Говорит что-то про деньги, но смысла пока что нет никакого. Кассы хорошие. То есть, для первых двух недель работы касса просто отличная. Но сколько он принесет по общему выхлопу и долевому выхлопу, мы уже с вами будем смотреть в начале октября. Спасибо, ребят, что посмотрели. Если вам интересно следить за тем, как этот магазин будет развиваться, какой с него будет заработок, внутреннее устройство, углубиться в него еще дальше, если вам все это будет интересно, пишите комментарии. Все. Ссылка на телеграм-чат есть в описании, на инстаграм там же. Лучший магазин кальянов в прикрепленном комментарии. И подписаться или нет, тоже дело за тобой. Спасибо тебе еще раз за просмотр. Увидимся с тобой в следующем видосе.